Ребят, всем привет! Мы пишем со Светой для вас интервью про прана Фиет. Вот мы дошли до второго озера. И Свет, расскажи, пожалуйста, про физические нагрузки на автономию. Как это для тебя? Что важно знать, как он начинает? Да, ребят, всем привет! Стараюсь микрофон где тратить путь ветра, чтобы вам было хорошо слышно. Что такое прана Фиет? Почему создан был этот марафон? Он создан был для того, чтобы люди понимали, что отказ от еды это не в выходных днях. Это не тогда, когда вы на спуске. Нужно весь запуск потратить на то, чтобы вы лежали, отлеживались в голодные дни. Нет, это не про это. Это про то, как мы будем правильно заходить в чистые дни, как мы будем выходить из чистых дней, какие физические упражнения мы будем делать в чистые дни и почему именно их, для каких целей, чтобы быть все время бодрыми. То есть отказ от еды это не просто почистить ваше тело, это не просто сэкономить деньги на покупку в магазин. Это для того, чтобы вы могли прочувствовать эти красоты. То есть вы поймете, что когда вы минимизируете свое питание, когда вы входитесь в чистоту своего тела, то перед вами открывается мир в прямом смысле этого слова. Свет, вообще это возможно, получать физические нагрузки, вот там бег, например. Я смотрю твое видео, ты постоянно бегаешь, я тоже постоянно бегаю, но я ем. Что я буду делать, когда количество еды станет меньше? Это реально? Ну да, сначала идет, конечно же, перестройка организма, но нет, я прошла сама с собой огромную школу, чтобы было первое всего, и я, да, я много знаю, почему бывает слабость, почему бывает слабость, что нужно в эти моменты делать, как сделать так, чтобы на минимальном питании у вас было максимальной энергии, и чтобы вы не распутывали непонятно куда, а именно во благо своему физическому телу. И да, конечно, это возможно, это возможно походы в горах, походы на какие-то прекрасные озера, красоты, леса. Это, конечно же, бег, плавание, физика, танцы, ну, все, что угодно. То есть на своих днях раскрывается это все, если вы меняете свое сознание через осознание. И именно про это я и буду говорить, например, на фете. На самом деле мы живем в таком обществе, да, где нормально покупать плюс к еде, еще и куча химии, потому что якобы без этого вообще невозможно то, невозможно вот эти результаты, невозможно вот эти результаты. Ты рассказываешь вообще совершенно другой парадигм, да, о том, что возможности нашего тела, они вообще не в химии, не в еде даже. В чем секрет, в чем возможности скрыты? Ну, секрет, наверное, в том, что помимо того, что я говорю, что можно жить и на минимальном количестве питания, и без питания, но пока мы кушаем, я говорю, если у человека определенный образ жизни, определенные заболевания, определенная масса тела, то я добавляю в какие-то, в какие-то, в какие-то травы, я четко говорю, какая трава, в какие-то комнаты нужна, в каких комнатах, когда ее можно пить. И это тоже очень важно, потому что пока наше тело не может еще само вырабатывать какие-то микроэлементы для привычного образа жизни, так скажем, то, конечно же, ему нужно помогать. И об этом тоже я буду говорить на пронатительности. Скажи, а будет ли возможность у участников личного общения с тобой в чате, вот там какие-то вопросы задавать лично, вот по марафону, по каким-то своим, так, состояниям? Как вообще это происходит? Да, вот вот, смотрите, этот марафон будет и в записи тоже, который у них останется на себя. И будет в тот же момент присоединиться, можно будет его просто выписать. Если мы будем участвовать в марафоне, у нас будут прямые эфиры, ежедневные прямые эфиры, где я буду рассказывать о чем-либо, в том числе, и буду отвечать на вопросы, которые люди накидали в течение дня, свои какие-то моменты, которые непонятны. Я буду на них отвечать, и, конечно же, когда будут вопросы в прямом эфире, я буду сразу же на них отвечать. Это безусловно, да. Это вот полная раскачка и раскрытие вас именно в этом плане, в плане физики. Это получается как мини-ретрит, но тематически на узкую тему, если вот это личное взаимодействие происходит. Ну, практически, да. Ретрит там, это, конечно, вообще… Глубокая история. Мы переходим в другие миры, в другие пространства, как бы оно смешно не было. Ну, да, это будет такое прямое общение, потому что на сегодняшний день мне вообще очень сложно выбраться даже на жюли встречи, потому что времени категорически не хватает. Да, это тот вариант, где мы можем с вами пообщаться, и я могу ответить на ваши вопросы практически лично. Спасибо большое. У нас усиливается дождь, к ветру прибавился дождь, поэтому мы заканчиваем записывать вам прекрасное интервью из прекрасного места. Свет, спасибо большое. Я вам, Свет, благодарю. Присоединяйтесь, это будет, ну, как минимум, полезно. Спасибо. 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 Спасибо.